В Крыму в стенах филиала Краснодарского университета МВД России уже начали обучаться будущие полицейские. Для этого к началу года специально подготовили педагогов в соответствии с российской учебной программой и сделали капитальный ремонт. В том, что учебный процесс проходит по новым стандартам и на высшем уровне, смог лично убедиться глава Крымского парламента Владимир Константинов. Сейчас в республиканском филиале Краснодарского университета обучается почти 300 курсантов. К началу учебного года в ВУЗ подготовили максимально быстро и качественно. Отремонтировали столовую, общежития, кабинеты, подготовили спортзал, где учащиеся отрабатывают приемы самообороны. Впечатление самое позитивное и удивительное за такой короткий период смогли создать такое учебное заведение высокого уровня. Сохранили территорию, сохранили эти замечательные деревья, вложили достаточное количество сил, средств, энергии или личных усилий. И получился замечательное, замечательное учебное заведение. Для того, чтобы будущие полицейские были не только сильными, но и могли успешно расследовать даже самые трудные дела, в программе предусмотрен ряд предметов, на которых курсантов обучают, как правильно исследовать место преступления. Вот сейчас ребята занимаются дотелоскопированием, потом изымают следы рук с поверхности различных предметов. И дальше у нас еще приезжающая такая местность, где на мягком грунте они изучают дорожки следов и изымают следы в виде слепков. Сделали слепок следа, там вставлены палочки, чтобы он не разводился. Экспертиза, по которой можно ответить конкретным этим или иным экземплярам обуви, был оставлен след на месте происшествия. В России крайне трепетно и требовательно относятся к подготовке правоохранителей. Поэтому преподаватели университета даже не сомневаются. Выпускники по окончанию вуза будут максимально заряжены профессиональными знаниями и легко смогут их реализовать в поле. А значит и работу в дальнейшем найдут без труда. Филиалы ведет подготовку специалистов по двум направлениям. Это, во-первых, в рамках правоохранительной деятельности, проходит обучение в рамках национальной безопасности, это дознаватели и уголовное вооружение. Глава законодательной власти республики Владимир Константинов подчеркнул, что после того, как жители полуострова почувствовали себя частичкой великой страны, уровень преступности в Крыму на порядок снизился. И есть все шансы, что эта тенденция получит свое развитие, когда правоохранительные органы пополнят хорошо обученные молодые специалисты. Дмитрий Бопов, Виктор Косов, Время новостей. Виктор Косов, Время новостей.